Очень часто мне присылают треки, в которых бочка конфликтует с басом. Конечно же, я сразу рекомендую построить партию так, чтобы ноты баса не пересекались с нотой бочки. Как правило, это решает проблему. Но в случаях какой-то определенной авторской задумки, этот вариант может и не подойти. Поэтому существует способ так называемого слепого контроля за басом, который подходит для тех, у кого недостаточно хороший контроль, мультимедийные колонки либо наушники. И в этих случаях я рекомендую использовать плагин Elevator Spaceboy. Грузится одна инстанция в канал с бочкой и одна инстанция в канал с басом. Бочка как бы передает звук в плагин, который находится в инсерте баса. Здесь детектируется пиковая частота. Здесь эта пиковая частота вырезается. Бас конфликтует с бочкой. Здесь эта пиковая частота вырезается. влияние этой частоты. И конфликту удается избежать. Очень важной является функция, которая есть в Elevator Spaceboy. Функция называется Warm Holes. Это функция детектирования четырех основных пиков бочки в данном случае с возможностью экспорта в эквалайзер в акценка GlissEQ. Смотрите, как это работает. Вот мы, нажав на Warm Holes, получили четыре пиковые частоты, которые мешают нашему басу. Они пришли из этого плагина. Нажмем Space Out и отожмем. Все, эти плагины можно выключить. И загрузим в Insert в акценка GlissEQ 2. Переключим режим качества в High Quality. Это самый высококачественный режим. И нажмем кнопочку Import. По умолчанию Elevator Spaceboy сохраняет Warm Holes характеристики в ту же папку, где он и установлен. Вот файлик SpaceOut1. Открываем его. И получаем эти же самые раз-два-три-четыре пика, только уже в виде кривой эквалайзера. Раз-два-три-четыре пика. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...